Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Но сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о необычных вещах и отправимся... Нет, на Луну мы с вами не полетим, конечно же. Вот так мы ее можем посмотреть, моделирование, как выглядит. Здесь вот непонятно, чего, конечно же, к ней прилепили. Ну ладно. А поговорим мы с вами немножко о другом. Совсем недавно в сети появились очень интересные кадры, сделанные луноходом, китайским луноходом, где был зафиксирован некий объект. Объект очень странный, похожий на человекоподобное существо. Ну и как вот из названия ролика вы уже, наверное, догадались, мы детально с вами рассмотрим именно этот объект. Ну, прежде всего, давайте посмотрим вот на такую фотографию. Дело в том, что именно ее очень часто можно встретить в сети. Ее очень много растиражировали. И сейчас встречается на многих ресурсах. Можно увидеть на многих сайтах. Вроде бы как, вот что-то похожее на человекоподобное существо удалось снять именно китайскому луноходу. Как вы думаете, друзья мои, что это такое? Просто какая-то дымка такая. Неудачный кадр. Может быть, наоборот, удачно и зафиксировал какую-то определенную тень. Опять же, у меня был ролик не так давно на канале. Ну, как был он и есть. Не так давно я его заливал по поводу некой сущности на Марсе. Ну, конечно, очень много скептиков налетело. Там поговорили, обсудили все. Ну, я и сам-то 100% не верю в это, конечно. Просто размышляем, смотрим, думаем. Ну, вот такой объект интересный, да? Здесь вот не видно у него как бы рук, как будто бы одна нога, но, может быть, две тут вместе где-то объединенные. Где руки у него? Странно, да? По идее, вот тут свет даже какой-то, как отсвечивает какого-то блестящего либо объекта, либо скафандра, или чего тут у него есть такое. Либо его структура такая блестящая, гладкая. Почему такая отсветка идет? Ну, возможно, вот опять же такой снимок. Смотрите, что-то здесь похоже на руки, конечности, скажем так. Они присутствуют. Но вот это слева, вот это слева изображение, очень похоже на тот объект, который мне удалось рассмотреть также на Марсе. Ну, опять же, не только это мне. Опять же, это было просто-напросто подсказано моими зрителями, чтобы посмотреть. Я к тому объекту на Марсе-то еще вернусь, конечно же. Мы его посмотрим обязательно. В общем, это самый известный на сегодняшний момент снимок. Буквально несколько дней назад была информация эта выложена. Ну, и общедоступна она остается. Ну, это еще не все, друзья мои. Я вот посмотрел, поискал еще определенную информацию. Оказывается, снимков было выложено достаточно много. И обратили внимание на вот такой снимок. Смотрите, вдалеке некий объект. Некий объект. Вот почему, опять же, тот, что похож на человекоподобное существо, так плохо выглядит. То есть, скорее всего, этот снимок был сделан издалека, а потом просто приблизили его. Ну, и вот решили так более детально показать. Конечно же, нужна тут обработка. Ну, либо, если это было более близкие съемки, естественно, было бы более заметно, что из себя этот объект представляет. А не то, что говорят, ну вот, Луну снимают, там, хорошие кадры, а тут все вот в тумане, в размытости. Нет, это просто приближение. Эта фотография сделана таким вот образом. Поэтому она и размыта. Ну, вот еще раз говорю, то, что мы и наблюдаем здесь. Смотрите, некий объект вот там вдали. Есть более близкие съемки. Вот таким образом они выглядят. Да, объект довольно-таки странный, как будто бы какой-то портал, такая арка непонятная, ворота. Ну, странно, конечно, что это такое. Между прочим, если по поводу вот того объекта человекоподобного есть хоть какая-то информация, хоть что-то описывает, то здесь почему-то такая вот тишина, даже непонятно здесь, что все-таки предполагалось снимать и что по этому поводу думают ученые умы. То есть никакого описания данного объекта, либо опровержения там, ну, хотя бы какое-то предположение, что это такое есть. Здесь ничего абсолютно в сети нет. Еще один снимок предлагаю рассмотреть, друзья мои. Вот здесь вот, пожалуйста, обозначен тоже странный объект. Посмотрите, опять издалека мы видим, ну, вроде как изображение неплохое, да, но в результате приближения, естественно, все это размывается. Размывается, пикселизовка здесь нарушена, и мы видим вот такой тоже человекоподобный объект. Как вы думаете, что это такое? Ну, все-таки, если опять же смотреть по структуре вот этого вот камня, будем говорить камень, да, потому что не знаем, что толку что тут есть. И по поводу вот этого человекоподобного образования, ну, она структура одинаковая. Скорее всего, это вот часть вот этой вот скалы и камня, опять же скажу. Ну, то есть это что-то было, может быть, единое целое, потом разрушилось, либо изначально таким образом и выглядело. Что касается тени, не обязательно, что здесь какое-то пространство, и вот так вот ноги выглядят. Ну, скорее всего, просто затемнение из-за, на самом деле, тени, как вот на этом основном камне мы с вами и наблюдаем. Сомневаюсь я, что здесь прямо такое пространство, такое образование в виде человекоподобного существа. сформировалось. Хотя, кто знает, возможно, это подсветка, возможно, это камуфляж под, как бы, общую структуру Луны, под общий вид Луны, цвет Луны в том числе. Вот такая вот вытянутая голова, как у Чужого, да. Кто знает, кто знает. Ну, конечно, вот этот снимок просто шикарный. Еще бы посмотреть бы на этот снимок издалека именно, как он сделан, что там вдали, хотя бы как какой-то, какая-то фигура, какие-то силуэты там появились бы, мы будем посмотреть, ведь же, в чем горе силуэты, но, скорее всего, это либо не один пришелец, да, так называемый, в кавычках пришелец будем говорить, конечно же, вот. Либо он движется, и может быть несколько снимков издалека все-таки были сделаны, вот как его заметили, потом приблизили. Где этот снимок оригинальный, скажем так, вот рассмотреть бы его. Может быть, там это невозможно рассмотреть, а вот только в результате приближения удалось все увидеть. Как вы думаете, друзья мои, что же такое, что смог снять китайский луноход, и будут ли по этому поводу какие еще сенсации? Будем, конечно же, с вами ждать, смотреть, наблюдать и, возможно, обсуждать в дальнейшем. Если, конечно, что-то будет, а может быть, будет, наоборот, опровержение, может, стоит тоже поговорить по поводу опровержений. Ну, и китайцы тоже молодцы, тоже могут чего-то там и подделать, наворочить и выдать за сенсацию. Ну, а я на этом буду заканчивать свой такой небольшой видеоролик сегодня, необычный, конечно же. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно по тому, что вы увидели. Впереди у нас будет много чего интересного.